Библейский портал экзегет.ру представляет Книга пророка Аусии, пятая глава, портал экзегет.ру Итак, мы с вами знаем, что в главе 4 очень пространно описывается нечестие всего народа Божьего Израиля, а точнее, части этого народа, тех, кто был просвещен, вразумлен и должен был хранить какие-то главные положения Божьего закона, а именно священники. Во главе 5 продолжает осуждение этого класса израильского общества. Итак, священники живут неправильно и неправедно, и об этом рассказывает нам пятая глава. Итак, стих 1. Священники, слушайте, вынимайте род Израиля, послушайте и вы, люди царского дома, ведь вам принадлежит власть, а вы стали ловушкой в мецпе, сетью раскинутой на фаворе. Вот описываются здесь основные такие три класса общества израильского. Священники, люди царского дома, царь, династия царская, окружение, двор царя и весь остальной род Израиля. Итак, и вот повторяется еще раз мысль, знакомая нам уже по главе 4. Виновны все, нет правильного, зрячего, ни единого. Все оказались ловушкой какой-то мецпе, какой-то сетью, где-то раскинутой около горы Фавор. На самом деле мы не знаем, что тут имеется в виду, мецпа, Фавор. Есть лишь такое предположение комментаторов, ученых, что имеется в виду святилища, расположенные в этих двух местах, мецпа и Фавор. И вот там, в этих святилищах, практикуется неправильное богопочитание, сопряженное с прелюбодеянием, с блудом, с ритуальной проституцией. И все это, конечно же, вызывает осуждение у божьего пророка Усии. Стих 2. Отступники погрязли в резне, я стану для них наказанием. Ну, город грехов, страна греха описывается здесь, потому что резня, незаконное убийство, видимо, имеет очень большое распространение в этом обществе. Но Бог знает о том, что кого-то без суда, без приговора, незаконно убивают, режут. И Бог не оставит убийц без наказания. Рано или поздно виновных в этих злодеяниях ждет Божье наказание, Божий приговор однажды свершится. Читаем дальше. Я знаю Ефрема, Израилю от меня не скрыться. Ты блудишь, Ефрем, осквернился Израиль. В этом стихе, стихе 3, встречается нам такой прием, который использовался при написании писания для создания текста поэтического. Это поэзия. Называется хиазм. В хиазме повторяется в двух строчках одна и та же мысль. При этом слова, которые фигурируют в строчке 1, заменяются. Давайте поясним, что тут имеется в виду. Итак, строчка 1. Я знаю Ефрема. Бог знает Ефрема. Вторая строчка. Израилю от меня не скрыться. Очевидно, что Ефрем заменяется Израилем. Это, конечно же, это синонимы. А слово «я знаю» заменяется тем, что раскрывает смысл выражения «я знаю». Я знаю и от меня не скрыться. То же самое и дальше. Ты блудишь, Ефрем. Первая строчка. Вторая строчка. Осквернился Израиль. Ефрем равно Израиле. Ты блудишь равно осквернился. Повторяется та же самая мысль. Иными словами возникает такой вот поэтический эффект. Называется он хиазма. Ну, описывается еще раз то, что вот скверно блуд охватило все израильское общество. И все это, конечно же, имеет религиозные культовые корни. И Осея на эти корни указывает. Указывает. Стих четвертый. Их деяния не дают им вернуться к своему Богу, потому что дух блуда в их среде, а Господа они не знают. Ну, скажем еще раз, что блуд в культуре библейской – это есть понятие такое сложное, комплексное, включающее сюда в себя как минимум три понятия. Первое понятие, самое простое, знакомое и нашему обществу – это есть незаконные половые взаимоотношения. Ну, для древнего общества все было довольно просто. Что такое незаконные половые взаимоотношения? Это сексуальный контакт с женой другого израильтянина. Вот и все. Вот это было то, что называется в заповедях непрелибодействую. Это то, что именуется блудом. Но даже это, вот даже эти вещи, они и то практикуются израильтянами, и получается, что жены уводятся у своих единоплеменников, и точнее, иначе говоря, наносится позор, да, посрамляется честь тех мужей, с чьими женами ты вступаешь в сексуальные взаимоотношения. Это первое понимание, толкование значения слова «блуд». Второе значение, оно более общее, касается неправильного, неправильных взаимоотношений Израиля и Бога. Бог – муж, Израиль – женщина, супруга, избранница Божья. Израиль нарушает данные однажды обещания, изменяет Богу с другими башками, другими идолами, другими какими-то небесными кумирами. Это называется очень просто, толкуется как «прелюбодеяние», как «блуд». Третья вещь, которая тут фигурирует, и нужно нам иметь в виду, когда мы читаем пророка Осию, ритуальные прелюбодеяния, ритуальная проституция, когда в святилищах, посвященных, впрочем, и Яхве тоже, там тоже было это, в Северном Царстве. И считалось, что какие-то сексуальные контакты о каких-то вещах на небесах, о цикле года, аграрные циклы, эти вот отношения как-то указывали, стимулировали, помогали этому небесному кругу сезонов вращаться и дальше. Но, конечно же, с точки зрения пророка Осии, все это есть неправильные, неверные поступки, вызванные неведением. И вот Осия желает сообщить своим соплеменникам правильное знание о семейной жизни, о жизни культовой, о жизни религиозной. Стих пятый. Свидетелем против Израиля станет его гордыня. Израиль и Ефрем споткнутся в своем нечестии, и Иуда споткнется вместе с ними. Ну, описывается то, что долгие веревочки не виться. Однажды Израиль равно Ефрем, это одно и то же, как мы знаем. И Иуда, южное царство, из-за своей гордыни, спеси, они упадут, они будут повержены, и гордыня ни к чему хорошему их не приведет. Стих шестой. С крупным и мелким скотом придут они искать Господа, но не найдут его, потому что он удалился от них. Описывается то, что Израиль и Иудея однажды раскаются, будут раскаиваться, и у них вот будет такое желание принести Богу много-много-много жертв. Не просто каких-нибудь ягнят, там, или птичек, или голубей. Нет, большой скот, валы, коровы, телицы. Все это будет Богу преподнесено, и как будто бы именно этим можно будет от Бога откупиться, Богу заплатить какую-то компенсацию за нанесенный Богу ущерб. Но нет, это не сработает, потому что, как написано, удалится от них Бог. Это мысль о том, что жертвы не сработают однажды, хотя вы будете их приносить. Эта мысль повторяется часто в сочинениях библейских пророков. Иначе говоря, одного этого будет мало, нужно будет чего-то еще преподнести мне, чтобы вина твоя у Израиля была бы заглажена. Они предали Господа, прижив детей от чужих женщин, теперь пожрет у них новолуние земли их. Сложный стих. Какие такие дети прижиты от чужих женщин? Ну, как комментаторы указывают, возможно, имеются в виду те самые женщины, которые в этих святилищах работают. И вот эти сексуальные взаимоотношения, неправильные, дурные, лишенные любви на самом деле, они приводят к тому, что рождаются неправильные дети. Ну, дети, которые несчастны, которые являются плодом, итогом этих неправильных, нехороших взаимоотношений. И вот какое-то новолуние пожрет их земли. Смысл этого окончания стиха 7 раскрывается ниже. Трубите в рог в геве, в трубы в раме, провозглашайте в Бет-Авене, за тобой Вениамин. Но тут, скорее всего, имеется в виду призыв к тому, чтобы собираться в войско при нашествии на племенников. Ну, конечно же, ассирия тут имеется в виду. Когда было нашествие, был очень большой, громкий, понятный всем шум, звук, музыка. Это звук угрозы нашествия. Но все это не сработает. Итог всего этого вашего сопротивления будет неудачный. Описывается все это в 9 стихе. Ефрем обратится в пустошь в день наказания. Вот итог вашего сопротивления на племенникам будет неудачный, потому что Ефрем, Израиль, Северное Царство превратится в пустыню, в пустошь. И мы знаем, что однажды так и совершилось, ассирийцы разрушили, уничтожили Северное Царство. Это верная весть, которую я распространил среди племен Израиля. Вот пороки возвещают еще и об этом, о грядущем поражении, гибели, разрушении сначала Царства Северного, а спустя полтора века и Царства Южного. «Вожди Иуды ведут себя, как тот, кто предвигает межевой столб, за это я пролью на них свой гнев, как воду». Достается здесь и Иудеи, и Южному Царству, хотя, конечно же, все пороки всегда любят Иудею больше, чем Северное Царство, по понятным причинам. В Иудее правит правильная династия Давидовичи, и там есть правильное Богом созданное место для принесения Богу жертв. Конечно же, имеется в виду храм Иерусалимский. Тут описывается какой-то проступок вождей иудейских, вождей Иуды. Что имеется в виду? Описывается какое-то передвигание межевого столба. Ситуация поведения ужасная в Древнем мире, в аграрном, населенном крае, перенаселенном крае крестьянами. Конечно же, мы с вами знаем, кто был в Израиле, понимает, что там всегда много народу. Всегда было, есть и будет изобилие людское. И при всем при этом там не очень много мест, доступных для нормального воздилования земли. Там есть и пустыни, там есть и пустоши, там есть и какие-то горные районы, камнистые края. И в этом отношении даже маленькая земелька, которая вот имеется у крестьянина, она была огорожена межевыми столбами, камешками, и она была владением конкретной одной семьи. И в этой ситуации, когда все зависело житие, будущее этой семьи от этого участка, возникали некоторые, кто передвигал из-под тяжка ночью, пользуясь какими-то, может быть, смутами, какими-то неспокойствами, передвигают эти камешки, делая участок бедняка, бедной семьи еще меньше. Конечно же, все это вызывает величайшее негодование у Бога. Так поступать неправильно, это есть настоящее воровство. Итогом этого воровства является гибель от голода, долговая тюрьма, попавшего в бедственное положение семейства. И вот это самое делают в религиозном плане вожди Иуды. То есть, какие-то, понимаете, важные положения Божьего закона, связанные с богопочитанием, немножко двигают, чтобы было выгодно им. Эти религиозные уступки, компромиссы Бог и пророк Осия не принимают и отвергают. Стих 11. Угнетен Ефрем, сражен приговором, потому что стал следовать за скверной. Итог следования за скверной, за чем-то нехорошим, плохим, это есть угнетение, поражение, гибель. И это все и ждало. Однажды это посетило участь Северное Царство. Стих 12 очень интересен, потому что мы тут находим необычный образ, с которым сравнивается Бог Израилев. Бог сравнивает себя в этом стихе с чем-то, что мы не ожидаем. Увидеть в Библии. Мы читаем здесь. Я, то есть Бог, как червь для Ефрема, как гниль для рода Иуды. Другой перевод, перевод слово червь иным образом, моль. Я для Ефрема, это есть моль. Я для Иуды, это есть гниль. Ну, те, кто знакомы просто с бытом хозяйства современного, знают эти вещи. Моль – то, что появляется там, где хранится имущество. Одежды, шубы, пальто и прочие разные вещи, которые ценимы и в нашем более богатом, разумеется, обществе. И вот мы открываем в нужный сезон, зимой или весной, или летом наши шкафы и понимаем, что моль повредила, сделала негодным наше одеяние, нашу одежду. И вот то же самое, тем же самым оказывается Бог для Израиля. Тут называется он Ефремом по имени колена Ефремова, которая жила в Северном Царстве. «Для ваших планов, для вашего будущего, для вашего настоящего я, Бог, являюсь молью». Таким же образом нам знакомо понятие гнили. Ну, вот стройка, строится дом, строится какой-то сруб, делается забор. И, конечно, через какое-то время к ужасу хозяина он понимает, что из-за влаги гниет его имущество. Это все, конечно же, плохая весть для хозяина, для семьи, потому что с гнилью, которая есть в срубе, в доме, очень тяжело бороться. Так вот, для Иуда, для Южного Царства, Бог сравнивает себя с этим самым явлением, гниением. Я буду для вашего будущего, для вашего настоящего гниением. И это есть вещь, которая для нашей жизни тоже является немаловажной. Для каких-то наших планов, наших каких-то замыслов, умыслов, Бог тоже оказывается и червем, и молью, и гнилью. Читаем дальше. Стих 13. Увидел Ефрем свою болезнь, Иуда свой нарыв, и пошел Ефрем к Ассирии, послал послов к царю. Пусть рассудят, но не сможет он вас излечить, и он не избавит вас от нарыва. Итак, Северное Царство и Южное Царство понимают, что есть проблема, что не все хорошо в их обществе, в их состоянии, нужен врач. И вот, как мы находим, как мы читаем в книгах царей, царств, очень часто Израиль обращается за помощью к другим народам. Египет, Ассирия, Сирийские царства и так далее. Но Ассия говорит, вам это все не поможет. Они вас не спасут, царе Ассирии, от нарыва, они вас не излечат. Там, где противоядием является Бог, лекарем является Бог, царь Ассирии не может быть противоядием и лекарем. Читаем дальше. Ведь я, как лев для Ефрема, как молодой лев для рода Иуды, я, я растерзаю и уйду, унесу, и не спасет никто вас. Еще один очень мрачный образ, крысно-речивый образ Бога-то лев. Это есть хищник, голодный хищник, который нападет на Ефрем, на Южное царство, на Израиль, на Северное царство. И он растерзает, он погубит эти самые царства. Конечно же, нам очень тяжело это все читать. Мы потому что веруем в доброго христианского благого Бога, который всегда желает нам добра и благой участи. Как нам понимать христианам эти стихи, где Бог сравнивается то с молью, то с гнилью, то с червяком, то с львом или молодым львенком? Как нам это все понимать? Ну, дорогие друзья, вспомним или просто поймем, что для ветхозаветного израильтянина Бог был источником всего. И доброго урожай, плодородие, потомство, спасение, победа в войне, так и всего нехорошего, нежеланного, а именно бедствия, голод, плен, поражение в войне, бесплодие, скудость. А почему все это получилось в моей жизни? Ну, как почему? Бог послал это в мою жизнь. Никаких нет других центров власти, никаких нет других центров духовного какого-то мира. Бог решает все. Бог подает для израильтянина и доброе, и плохое. Поэтому Бог является и спасителем, и покровителем, и творцом, и супругом. Но Бог является также и гнилью, и молью, и львом, и хищником. Бог растерзает, растерзывает и уходит, как возвещает нам стих 14 главы 5 книги порока Усии. Ну вот, как всегда, оканчивается какой-то сгусток чего-то тревожного, мрачного надеждой. Бог уйдет, к себе возвратится, покинет свой народ, пока не повинятся, не будут искать Бога, не будут просить о прощении. И тогда, конечно же, Бог обратно возвратится к своему народу, к своим израильтянам и иудеям. На этом, этим стихом оканчивается глава 5 книги порока Усии. С вами священник Алексей Волчков, Санкт-Петербург, портал экзеге.ру.